Вы знаете, это вопрос очень трудный. Я думаю, что если бы мы все знали ответ на этот вопрос, в том числе и наши руководители, наверное, мы жили бы гораздо лучше. Я глубоко убеждена, что в стране, в которой находится 40% всех мировых запасов, всех, представляете? То есть люди должны жить не просто достойно, а люди должны быть хорошо. И рождаться в хороших условиях, и умирать в хороших условиях. И самое главное, ведь общество видно очень четко, как под микроскопом, как относятся к старикам и детям. К большому сожалению, к старикам, ну, старики у нас находятся на грани выживания. Все это прекрасно понимают. Вы знаете, я думаю, что идея состоит в том, и я, наверное, повторюсь, чтобы вырастить и выпистывать вот это новое поколение людей, которые будут поднимать эту самую Россию, получая образование даже на Западе, не будут уезжать, а будут обосновываться здесь, будут поднимать бизнес. И этот бизнес нам разрешат развивать. Они в корню, понимаете, будут давить и уничтожать, просто уничтожать. Не успеваешь подняться, не успеваешь построить пару домов, как тебя просто уничтожают либо налоговики, либо всевозможные органы и так далее, и так далее. Все это понимают. Я думаю, что надо давать преференции малому и среднему бизнесу. Это обязательно. И поднимать экономику страны. Это прежде всего. Вот посмотрите, да, сейчас очень непростое время для России. Но, но, вот все возмущаются, доллар растет, евро растет, да. Но вы послушайте, что говорят аграрии, что говорят фермеры. Они говорят, да слава богу, что пока такой высокий доллар и евро. Мы имеем возможность продавать свою продукцию, и она востребована. Поэтому тут, понимаете, тут надо все-таки, наверное, чаще людям объяснять, что у нас происходит, и почему у нас растет бензин, и почему у нас так растут цены. И ведь люди очень терпеливые, и русские люди терпеливые. И этим людям просто надо объяснить, что у нас происходит и сколько нам нужно ждать. И прежде всего, я повторяю, и глубоко в этом убеждена, дайте свободу бизнесменам. Дайте эту самую свободу. Не уничтожайте целыми городами, не убивайте, ради бога, экономику. Вы посмотрите, даже едешь по Москве из-за парковок, просто уничтожили весь малый и средний бизнес. Рестораны закрываются, прачечные химчистки закрываются. Все просто, знаете, стоит такое ощущение, что ты вот именно в 98-м году, когда написано продаю, сдаю, продаю, сдаю. Ведь уезжают за границу те люди, которые смогли заработать деньги. Вы понимаете, как страшно? И те дети, которые на сегодняшний день являются очень умными и очень талантливыми. Вот нам надо прекратить вот эту эмиграцию мозгов, понимаете? И дать возможность работать нам, нашей стране. Мы ее все очень любим, и русские, поверьте, нигде не нужны, кроме как на своей родине. Вот хорошая пословица, где родился, там изгодился. Мы все чувствуем себя глубоко несчастливыми, находясь очень долго за рубежом. Или, знаете, когда страна закрывает для тебя двери, да? Очень много примеров можно привести. Поэтому дайте нам возможность работать здесь. И мы должны об этом говорить, мы должны просить правительства помочь нам и дать нам возможность работать. Вот и все. Мне так кажется, потому что люди у нас безумно талантливые. Вот я говорю, находчивые, талантливые, работящие. Дайте возможность работать.